Здравствуйте, сейчас покажу как прозвонить провод на обрыв мультиметром, на замыкание и как проверить провод на сопротивление. Черный щуп всегда вставляется в гнездо ком. Красный щуп вставляется в гнездо с символом омега, который означает измерение сопротивления. Чтобы прозвонить провод, предохранитель или выключатель следует установить переключатель мультиметра в положение прозвонки. Вот значок диода и звукового сигнала. На дисплее такой же значок. На некоторых мультиметрах и прозвонка и измерение сопротивления объединены. Результат увидим на дисплее. Когда провод целый или как говорят электрики цепь замкнута, дисплей покажет значение около нуля. В данном случае 0,6 Ом. Потому что прозвонить провод означает измерить его сопротивление. А сопротивление измеряется в Омах. Если провод не целый, то есть цепь разорвана, то прибор покажет вот такой знак. Что означает обрыв. Давайте попробуем, как проверить провод на разрыв. Вот так. Звуковой сигнал тоже подтверждает, что провод целый. Если наш прибор без звукового сигнала, то ориентируемся по экрану. Как проверить провод на короткое замыкание? Короткое замыкание это когда один провод соединяется с другим. В то время как нам это совершенно не нужно. Пусть эти два провода между собой замкнулись. Проверим провода на замыкание. И звук, и показания дисплея 0,6 Ом. Говорят о том, что провода замкнуты. Теперь вы знаете, как проверить провод на замыкание мультиметром. А сейчас разберемся, как проверить длинный провод на обрыв. Длины щупов может быть недостаточно. Используем дополнительный длинный провод, чтобы удлинить щуп. А дальше все точно так же. Можно прозвонить провод, используя другие провода того же кабеля. Соединяем один с другим. Прозваниваем. Оба провода целые. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok